Дети Азии С каждым годом с каждыми новыми играми Я комментатор Николай Попов и с особым удовольствием приветствую на комментаторской позиции Александра Николаевича Ким Кимена Президента Ассоциации национальных видов спорта Игр народов Якутии Сахада Спорт Председателя Конституционного суда Республики Саха Якутия Ну и мастера спорта Российской Федерации Почему с особым удовольствием? Да потому что 8 лет назад, также в июле 2008 года На четвертых играх Дети Азии мы с вами работали как раз на якутских прыжках И у меня от этой работы остались самые лучшие воспоминания И действительно вид спорта, который развивается Я думаю, что по ходу наших соревнований вы расскажете, как это происходит Во всяком случае я знаю, что теперь уже во всей России культивируются национальные якутские прыжки Ну а что сегодня? Сегодня у нас первый день, в течение трех дней будут продолжаться соревнования по якутским прыжкам И сегодня у нас такой вид программы, это прыжки кылы И насколько я понимаю, они впервые в программе игр Дети Азии Ну я думаю, что эти соревнования уже до этого проводились И я вот сегодня, находясь вместе с Николаем Сергеевичем Поповым Известным спортивным комментатором в одном месте для того, чтобы довести до наших зрителей всю красоту Наших якутских национальных видов спорта В первую очередь я хочу поздравить Николая Сергеевича с прошедшим днем рождения Спасибо, спасибо большое Сегодня при присутствии министра спорта ему вручена почетная награда Ассоциации Сахада Спорт За вклад в популяризацию и развитие национальных видов спорта народов Якутии Я вас поздравляю Надеемся, что вы в дальнейшем будете активным пропагандистом якутских национальных видов спорта Как знают любители спорта, Николай Сергеевич, я хотел бы отметить, что якутские прыжки наряду с масс-рестингом Это перетягивание палки и борьба хапсагай очень активно сейчас развиваются Например, по масс-рестингу мы уже в 2014 году провели первый чемпионат мира в городе Якутске Среди взрослых и в этом году также намечается проведение чемпионата мира Что касается борьбы хапсагай, он тоже достаточно популярный И, к слову, наши ребята представляют сборную команду России по пляжному виду борьбы И становятся чемпионами Европы Они участвуют во всех крупных соревнованиях Касательно якутских прыжков нам очень приятно, что по программе Игр Дети Азии якутские прыжки присутствуют Если говорить о спорте высших достижений, то у нас якутские прыжки культивируются в том числе в рамках международного турнира Который проходит в столице Азербайджана в городе Баку И я хочу отметить, что якутские прыжки наряду с масс-рестингом и борьбой хапсагай Они включены в реестр национальных видов спорта России Из четырех видов плюс татарский курьер Вот у нас такое вот достижение И сегодня мы находимся как раз на соревнованиях по прыжкам Кылы Это 11 безостановочных прыжков с полного разбега И увидели первый прыжок Да, этот первый прыжок выполнила представительница команды САХА-2 Нергуана Смирникова Воспитанница тренера Ивана Черкоева Ну и я так понимаю, что это 11 прыжков подряд на одной ноге И потом приземление На обе ноги На обе ноги Ну и оценивается дальность Вот Кривошапкина Любовь как раз с Кобяйского улуса Тоже тренируется под руководством Ивана Ивановича Черкоева Это тренер достаточно известный у нас в республике Где Иван Иванович работает Там растут чемпионы Достаточно плодовитый тренер Ну вообще начальную стадию с Любой Кривошапкиной отрабатывал Абрамов Михаил Николаевич Это такой энтузиаст, который работает в сельской глубинке Но оттуда вышел такой рекордсмен, как Сергей Кривошапкин Который был легендарным прыгуном И был обладателем рекорда республики Ну видите, вот 11 раз прыгнуть это достаточно сложно Да, и вы видели, красный флаг был поднят То есть прыжок не засчитан И кстати, это выступала уже сейчас Екатерина Веселкова Ее первая попытка была представительница Сибирского федерального округа Ну мы благодарны, конечно, спортсменам, которые приехали к нам на эти соревнования И к слову, Сибирский федеральный округ очень успешно сейчас выступает Да они лидеры? Да, в общей командном зачете Зачетный прыжок Это была Арина Мишеева из Казахстана Да, сборная Казахстана тоже в большом количестве прибыла в город Якути И тоже претендует на высокие места в общей командном зачете 19 метров 6 сантиметров Это результат Арины Мишеевой Еще одна представительница Казахстана Татьяна Овчинникова Вот видите, девушка приземлилась, потом обе руки в нее оказались сзади Не совсем удачное приземление, поэтому вот по рукам будет результат Но для детей щадящий режим Вот для взрослых мы обычно проводим на 11 прыжков Здесь, как мы видим, на 7 прыжков Поэтому вот А, для детей количество прыжков меньше? Да А вот обратите внимание, сейчас будет выполнять свою попытку Елена Пехтерева Мы ее уже прекрасно знаем Она выиграла две золотые медали на 100 метровке И сегодня на дистанции 200 метров То есть одна из героинь игр И вот она принимает участие в соревнованиях по якутским прыжкам И очень интересно, как у нее сейчас получится Но сегодня достаточно прохладная погода Поэтому, видимо, более лучшие результаты будут в последующих попытках 7 Вот я знаете, что вспоминаю Вот 8 лет назад мы с вами когда вели соревнования по якутским прыжкам Вы рассказывали о том, что предлагали тогда спортсменам из других стран Приходите, примите участие в наших соревнованиях И было понятно, что они, если примут участие Заинтересуются этим видом спорта Они приедут к себе в страну И расскажут, что вот есть такой вид программы Где можно выиграть медаль Где разыгрываются медали И поэтому популярность, естественно, растет Потому что появляются уже пропагандисты якутских прыжков в других странах Это Елена Кудряшева сейчас Выполнила свою попытку из Дальневосточного федерального округа Видите, вот многоскоки Поэтому нужно сохранять хороший разбег, скорость, координацию движений Высоту полета И поэтому это суммарное такое выражение в прыжках Что достаточно сложно сделать И те ребята, которые специализируются в тройном прыжке Не всегда понимают Или в прыжках длину Для них же одномоментная такая реакция А тут необходима стабильность Вот Салышева будет прыгать Команда Якутии номер один Республика Саха Якутия Болеем за нее Я так понимаю, что она одна из претенденток на самое высокое место Вот, видите Очень технично Результат пока самый высокий Где-то за 21 метр То есть каждый прыжок более 3 метров Для многих и один прыжок на 3 метра Не просто бывает исполнить А тут нужно 7 подряд И на одной ноге Да, и фактор приземления, как вы сказали Как приземляться на обе ноги Это достаточно сложно, да? Это же не прыжковая яма Ой, хорошо шла, между прочим Очень динамично Ну, видите Не рассчитала Ну, хочется и скорость максимальную развить И быстро все это делать на высокой скорости Но вот Нужна Техника, да? Должна быть Для того, чтобы таких ошибок не было Вот своеобразный настрой Девочки Ниргуяна Смирникова Команда Якутии Номер два Это уже, считай, вторая попытка У нее в первой попытке не было результата Так? Да Вот сейчас, смотрите, как здорово Да, да, хорошо Настроилась По-моему, это сейчас не случайно я аплодирую так Это, по-моему, сейчас лучший результат Она из Чуропчинского улуса Под 22 метра она улетела 21 метр 80 И вышла в лидер Да, она сейчас лидер Любовь Кривошапкина Любовь Кривошапкина Также из команды Саха-2 Любовь Кривошапкина пока на третьем месте С результатом 21.07 Она на сервисе Тоже за 21 Девочки уже настроились У нее была первая попытка 21 метр 7 сантиметров Сейчас, может быть, немножко дальше даже Она улетела Может быть, на несколько сантиметров Ну, вот результат Смирниковой пока лучший 21 метр 82 сантиметра Вот на него будут, естественно, ориентироваться Все соперницы Екатерина Веселкова Сибирский федеральный округ Первая попытка была у нее неудачной Издалека прыгнула Но за 21 Да Отплатки достаточно отдаленные Большим таким Можно говорить о форе Если за 30 сантиметров До планки прыгает Ну да, такая своеобразная фора Своим соперницам дала она Арина Мишеева На ваших экранах Из Республики Казахстан Ну, у нее нет разбега А почему вот она Такой короткий разбег Нет опыта Да, видимо, нет опыта Здесь В прыжках Клы Обязательно должен быть Хороший разбег Хороший разбег Для того, чтобы сохранить Как я уже говорил Инерцию Толчок хороший Видите, они делают первые прыжки Вроде как далеко А в последующем идет Некий такой спад А нужно, чтобы каждый прыжок Был стабильным А это приходит с годами Поэтому В этом секрет, да Потому что можно первый прыжок Сделать очень хорошим А потом Успехи на этом закончатся Но эта техника должна быть Тренировки Специальные Валерия Пьянкова Дальневосточный Федеральный округ Тоже очень далеко До планки А вот это уже 8 прыжков Видите, тут еще надо уметь считать Чтобы не ошибиться Если больше, чем нужно Или даже меньше, чем нужно Уже не считается 9 прыжков сделай Потом за голову схватилось Можно за 6 прыжков Очень далеко прыгнуть Приземлиться, да Но это будет уже не считаться Обязательно нужно 7 Видите, как Тут и мыслительная работа Во множестве своем, да Во всяком случае До 7 нужно считать Безошибочно Вот правильно Приземлилась На 7 Вот заметно, что Вот эта девушка Она представляет Дальневосточный Федеральный округ Она все-таки Вот ее техника Хуже, чем У ваших девушек Пока нет навыков Они, может быть По прыжкам В длину Или в тройной Могли бы составлять Хорошую конкуренцию Но видите, тут есть специфика Вот первая сборная Салышева Сейчас прыгает А Инна Салышева Она из Усть-Алданского Улуса Тренирует ее Тоже знаменитый Наш мастер По прыжкам Кобах Андрей Васильевич Федоров Посмотрим, что будет Хороший разбег Ну вот очень Самый, наверное, технический Неплохо, но Могла и дальше Да, но У нее Лучший результат У нее 21 Нет, пока 21 Смирниковой Да, 21 И она выходит на второе место 21.72 Сейчас у Салышевой И она сейчас на втором месте Она проигрывает только Смирниковой Который на 10 сантиметров Дальше результат Да И Светлана Макарова Довершает вторую попытку Вот это вот лидер Вот это я вижу Что это будет Да Вне всякого сомнения Фаворитка этих соревнований Технично Очень технично Первой попытке у нее было неудачно Помните, она Да Нет Не завершила А сейчас все сделала правильно Видите, почти 23 метра Это не просто лучший результат Это заметно Более чем на метр Лучше, чем у Смирниковой Негуаны Которая занимает второе место Это хорошая заявка Хорошая заявка Макарова Света Она из Вилюйского Улуса Вот Тоже неплохой результат Ну где-то в районе 22 метров Может вторую позицию занянешь Так она Ну да У нее и была вторая позиция 21.82 То есть стабильная она на второй позиции Вот Николай Сергеевич Вот эти метки Они тоже Стоят Дорогого Будем так говорить Для прыгунов Это определенный стимул Или мотивация Для дальности прыжков Почему я так говорю И ответственно заявляю Как президент Ассоциации Ахады Спорт У нас у мужчин Метки были На уровне Три с половиной Сейчас вот метки Три метра А были Три с половиной Но у нас долгое время Не стояли очень долго Рекорды Во всем трем видам И Кылы Станга Кобах И мы приняли Такое кардинальное решение Увеличить Размер между метками До четырех метров Представляете И пошли рекорды Пока Походу Что называется Набирает Прибавляет По-моему Еще не было Вот это первая Ее удачная попытка Вот пожалуйста Это Веселкова Веселкова Да Из Сибирского Федерального округа Выходит на второе место Да И вот после этого Ко мне были даже претензии Со стороны Некоторых сильнейших Бывших мастеров Что это нечестно Мы прыгали По три с половиной Я говорю Ну извините меня Пожалуйста Я же В их шиповке Не вставлял Никаких пружинок Это же чисто Психологический аспект Вот эти метки Но они влияют Представляете Если будут они И далее Наращивать результат Мы подумаем Может быть И по четыре Двадцать пять делает Главное В другом Нет нарушений Правильно Но с другой стороны Видите Психологически Это помогает Есть определенная Мотивация Зрительная Татьяна Овчинникова Из республики Казахстан Неудачно Неудачно Она заняла Второй Маковой Ногой Видите И Вынуждена Остановиться Хотя у нее Есть все данные Да Вот Рост Прыгучесть Пока ее Лучший результат Из трех попыток Третья неудачная Вторая попытка 21 метр Семь сантиметров Янкова Валерия Дальневосточный Федеральный Округ Той неудачный Разбег И уже Заступ Раньше метки Вот Во время Национального Праздника Сех Делали Изберисты На зеленой Лужайке Представляете Изберисты Чтобы это Было видно Есть Елена Кудряшова Дальневосточный Федеральный Округ Тяжело Ей даются Пока Ее попытки У нас Рекорд Республики По Кылы Равен 48 метров 48 сантиметров 48 метров 48 сантиметров Это у кого? Егор Филиппов? Нет Среди мужчин 48 метров? Вот разделите На 11 Получите Искомый результат Что каждый прыжок У них За 4 метра Каждый прыжок А у нас Нормативка То 4.20 Это в одном прыжке Да Это конечно Результат Супер Это очень Красиво Салышева 6.7 У нее пока Лучший результат 21 метр 72 сантиметра И с этим результатом Она занимает Третье место 21 49 Она остается На 4 позиции На 4 позиции она Вот лидер Причем лидер с соревнований Причем лидер С таким серьезным Отрывом Ох как здорово Ох как эффектно Все это смотрится Отлично Красиво Это был прыжок Дернись Серия прыжков Очень красивая попытка Во всех отношениях Начиная со самой спортсменки Все это делает В человеке Все должно быть прекрасно За 23 метра Прибавляет Прибавляет Укрепляет свои лидирующие позиции Но она явный Явный фаворит Во всяком случае Пока Предварительные были прыжки Как в свое время говорили Красавица Комсомолка Спортсменка Вот ее уже поздравляет Но действительно Она выделяется Очень хорошие прыжки Видите Амплитуда прыжков Да Как она собрана Действительно Очень хороший результат Тут же действительно Должна быть гармония Во всем Можно очень быстро Разогнаться И мы видели примеры Когда очень быстрый разгон А потом ничего не получается А у нее все очень гармонично Скорость очень высокая И качество прыжков И в итоге дальность То есть она предлагает Усилие делать Качественно каждый прыжок Не только первые Три прыжка А именно каждый прыжок Каждые из семи прыжков Ну вот даже Невооруженным глазом Смотришь И сразу же понимаешь Что это очень технично Вот мы в 2009 году В городе Вилюйске Проводили игры Манчары Это спартакиада По национальным видам спорта Приглашали туда Сильнейших спортсменов мира В тройном прыжке Приезжали Евгений Плотнет Дмитрий Сапинский Максим Шако Дмитрий Валюкевич И если судить По их результатам То абсолютно лучший результат У Евгения Плотнер 49 метров 39 сантиметров То есть наш Егор Филиппов Сейчас немного отстает Но уже приближается К результатам Будем говорить Выдающихся тройников Вот в наше время говорили Вот что с тройниками Нам ловить нечего С другой стороны Видите Конкурентная среда Создает условия Для более высоких результатов В исполнении наших Заморощенных Якутских спортсменов Так что не надо бояться Конкуренции Именно в конкуренции Растут результаты Конечно Только так Итак начинаются у нас Финальные прыжки И открывает их Арина Мишеева Из Казахстана Нет Красный флаг поднят Потому что Неправильное приземление Нужно на две ноги В любом случае Прыжок был Не очень далекий Был бы Если был защитой У Макаровой Светланы Лучший результат 23 23 23 И Суд Объявили Я до конца не раз слышал Но за 23 метра Просто я хочу Увязать это С нашими нормативами Вот 23.50 Среди девушек Это норматив Мастера спорта Ну вот у нее Было все таки поменьше Это девчонки Которым по 15 лет И вот уже на уровне Кандидата в мастера Прыгают Это очень хорошо Кандидат мастера Это 22 метра Представляете Сколько у нас Результатов Выше 22 А мастер спорта Уже 23.50 Я думаю Во время финальных Прыжков Макарова Может достичь Ну да У нее еще Еще три прыжка Ей предстоит Исполнить Вот у нее Лучший результат Был 22.47 Это была Спартакяда Учащихся Олимпийские надежды В июне Этого года То есть она Свой сейчас Личный рекорд Установила Безусловно Да Чем можно ее Поздравить Да Что значит Накал соревнований И чувство ответственности За свою родную Республику За Россию То есть получается Что она впервые В своей Карьере Покорила 23 метра Да Совершенно верно Говоря с шахматным языком Красноярский Норматив Красноярский рубеж Кривошапкин 21.28 У нее Пока Лучший результат Очень хороший разбег Вот у нее Результат был 19.71 Она на этих соревнованиях Уже улучшила их 21.28 У нее На данный момент Да Это видите Как девочки Наши На глазах На глазах Прогрессирует Ну и поддержка Поленчиков Уровень соревнований Подстегивает Да Да Конечно И конкурентная среда Когда Есть спортсмены Тем более Зарубежных стран Аина Салышева Это сборная Команда Республики Саха-Якутия Номер Один Так что Ответственность у нее Большая Ну вот у нее Был результат 21.72 Сантиметра Лучший Очень хорошая По планке Отталкивание И неплохо Неплохо Так За 20 Похоже Это ее лучшая Попытка Будем надеяться Прибавила Ровно 13 сантиметров Прибавила К своему лучшему Результату Было 72 Да Считала 21.87 Да 15 сантиметров Хороший Да 15 сантиметров Защита На попытка Девочки Стараются 21.18 21.18 Она остается На третьем месте 21.18 За Смирниковой 21.18 У нее был В активе Результат 21.90 Екатерина Веселкова Вот она Бросила вызов Якутским Девушкам Сейчас Не получилась Попытка А у нее Результат 22 метра 5 сантиметров Она на втором месте Пока Ей нужно Стараться Чтобы Действительно Закрепиться В лидерах Вот Еще одна Попытка Нашего лидера Светланы Макаровой Вот у нее Видите 23.26 Вот сейчас Мы уточняем У нее Был лучший Результат 23.26 А это Попытка Попытка Похуже 22 метра 92 сантиметра Вот здесь Тоже Очень важно Рассчитать Свои силы Как Предварительные Прыжки И финальные Это тоже Где-то Бывает С точки зрения Тактической Где-то И пропускают Попытки Для того Чтобы сделать Сохранить силы Так вот Макарова По-моему Четвертую Попытку Пропустила Да Вот это Это же уже Пятая По-моему Идет Да Пятая Попытка А нет Она завершала Четвертую Попытку Началась Сейчас Пятая Сейчас Начнется Пятая Попытка Но видите Мы Росли На примере Таких Легендарных Прыгунов Как Николай Санников Иван Горохов Которые В то Время Были Абсолютно Недостижимыми С точки зрения Их Результатов Например Николай Санников В сумме Троеборья У него Было 126 метров Иван Горохов 125 метров 13 сантиметров Это вот Наши легенды То есть Это все Да Это Как в Троеборье Да Сумма Да Потом Было Время Эра Василия Николаева У которого Рекорды Тоже стояли Достаточно Продолжительное Время Очень сильным Мастером Спорта Был Иннокентий Григорьев Который Сейчас является Директором Центра Национальных Видов Спорта Имени Василия Мончара Один из Тех Столпов Благодаря Усилиям Которых Якутские Виды Спорта Развиваются Выходят На Всероссийский И Международный Уровень Были Легендарные Имена Ильина Бориса Борис Николаевич Сейчас Тренер Вот Он Один Из Тренеров Нашей Сборной Сейчас Очень Хороший Прыгун Любовь Кривошапкина Разбегается Вот Видите Публика Поддерживает И считает Вот В тем Прыжков Тут же Тоже От публики Требуется Определенная Грамотность Чтобы В тем Считать Иногда Бывает Считает Не в тем Тем Самым Взбивает Спортсмен 21 59 Это Кстати Ее Лучший Результат Люба Кривошапкина Потом Я могу Назвать Имена Сергея Кривошапкина Юрия Гаврильева Виталия Васильева Вот Те Ребята Которые Были Авторами Новых Рекордов То есть Прыжки Якутские Национальные Не стоят На месте Обновляются Это уже Фактор Прогресса Да Вот Лидер Воины Салышевой До этого Момента Был Результат 21 Метра 87 Сантиметров Сейчас по-моему За 22 Я думаю Да в тройку Должна Похоже Что за 22 Метра 21 85 21 85 А у нее Было 87 Да 87 Было Это по-моему Третий Результат Лучки Так Да Она сейчас На третьем месте Но у нее Есть Резерв Для роста На самом деле Ей надо Собраться Еще Одна Попытка Нергияна Смирникова Она Из Черопчинского Луса Тренируется Под руководством Дмитрия Николаевича Макарова Очень Хорошо За 21 Тоже У нее Был Результат 21 82 Видимо Не лучший Не лучший Да Сейчас Похуже 21 52 А вот Екатерина Екатерина Веселкова Мы про нее Уже Говорили Она Действительно Реально Единственная Кто Реально Соревна Составить Конкуренцию Составляет Она На втором месте Пока 22 Метра 5 Сантиметров Ее Но ее Могут Догнать Последние Попытки Поэтому Ей Надо Сейчас Что-то Делать Неплохой Прыжок Неплохой И вот Лидер Наших Соревнований Светлана Макарова 23 Метра 26 Сантиметров Ой Далеко До планки Но тем не менее Какой Прекрасный Позор Вот Собрала Все силы В кулак И Дает На мой взгляд Результат Неплохой Будет Ну Сейчас Трудно Сказать Превзойдет Лена Свой Собственный Результат 22 78 Не смогла Тем не менее Показала Что она Действительно Настоящий Лидер Что тот Результат Не был Случайным Когда за 23 Она прыгнула 23-26 В лучшей Попытке Дело в том Что у нее Серия Серия прыжков И каждый Из них Был бы Лучшим Любой Из этих Прыжков Был бы Лучше Чем у соперниц Арина Мишаева Это уже Шестая попытка Началась Заключительная Ну вот Судя по тому Что мы Видели Похоже Что Но Болельщики Поддерживают Светлана Макарова Уже Вне Конкуренции Вот за второе Место Борьба Будет Непростой Да Вообще Вот В Якутии Очень любят Спорт В том числе Национальные Виды спорта И Самое главное Наши болельщики Разбираются И болеют Очень грамотно Вот Неплохой Результат Показала Да Это Елена Кудряшова У нее У нее Не было Зачетной Такой Хорошей Да У нее Был Какой-то Результат Совсем Слабый 17 метров Всего Сейчас Так Сколько Сейчас Чуть Больше За 19 19 метров 18 19 метров 18 Привет Татьяна Ачиньихова Приготовиться Криво Шапкиной Татьяна Ачиньихова Вот У нее Очень Хорошие Данные Просто Нет Навыков Навыков Опять Чуть Не задела В третьем Прыжке Маховой Ногой А если Заденешь Это уже Нарушение Правил Ну вот Красный Флаг Попытка Не засчитана Любовь Но Видите Усталость Тоже Сказывается Шестая Попытка А это Труд Как видите Да Два Изделки То есть Она Заканчивается С результатом 21 метр До 59 Сантиметров Аина Аина Салышева Аина Салышева Она Пока На Четвертом Месте Она Должна Дать Бой Она Сборная Республики Номер Один Должна Сейчас Собраться Да Для того Чтобы Стать Призером Ей нужно Опережать Смирникову Или Я думаю Силан Смирников Может Проявить Характер Хороший Ярд Да Похоже Что Это Ее Лучший Прыжок Но За 22 Не Получилось За 21 У Да У нее Был 21 87 Четвертая Да Четвертая Получилось 21 62 Последняя попытка Ергена Смирнишкова Пока Привет Екатерина Веселкова Хорошо Екатерина Веселкова На втором месте 22 метра 5 сантиметров Достаточно стабильно Она выступала Главное Что результаты Хорошие 22 метра 5 сантиметров Сейчас Наверное Будет прыжок Похуже 21 66 21 66 Итак Уже Звание Чемпион Север Север Мед Международных Я так понимаю Что она Не стала Последнюю попытку Да Видимо Сохранять Надо силы Для того Чтобы Завтра Троеборья Завтра Надо бороться Из-за Троеборья Надо поздравить Светлану Макарову С этим Очень хорошим Результатом Ну Она Выиграла С большим Преимуществом Да Та же Серебряный призер Екатерина Веселкова Проиграла Победительницы Один метр Двадцать один Сантиметр Ей буквально Вот не хватило Двадцать четыре Сантиметра Для Выполнения Норматива Мастера спорта Видите Какой Высокий уровень Девочки Большая Перспектива Я думаю Земляки За нее Порадуются Вся республика Порадуется Эта золотая Медаль Которая В хорошей Борьбе С улучшением Своего личного Результата Можно поздравить Тренеров Наших Вот так Выглядит Итоговая Таблица Победная Сумма Светланы Макарова Победный прыжок Двадцать три Двадцать метра Двадцать шесть Сантиметров Екатерина Веселкова Она у нас Представляет Еще раз об этом Скажем Сибирский Федеральный Округ У сибиряков Еще одна Очередная Серебряная Медаль 22 метра Пять сантиметров И из команды Саха Два Смирникова Нигуана Завоевала Бронзу Двадцать один метр Девяносто Сантиметров Ну не хватило 15 сантиметров Да Чтобы побороться Хотя Были у нее Такие попытки Не хватило Чуть-чуть Но тем не менее Бронзовая Медаль Это тоже В такой Сложной Борьбе Я думаю Достойный Результат Ну с другой стороны Вот Серебряная Медаль Екатерины Веселковой Говорит о том Что Якутские прыжки Постепенно Становятся Таким Всероссийским Видом Программы Она же Из Сибирского Федерального Округа Да И Еще раз Напомним Что Сибирский Федеральный Округ Команда Выступает Очень здорово Она лидирует В общем Зачете Игр И вот Очередную Медаль Принесла Своей команде Екатерина Веселкова Сейчас Посмотрим Здесь ребята Из Сибирского Федерального Округа Среди Мальчиков Тоже могут Показать Хорошие Результаты Ну да Сейчас Маленький Перерыв Небольшой Перерыв И Начнут Начнут Юниоры Выступать Сразу же Скажу Что 13 Спортсменов Будут бороться За победу Ну и Мы увидим Гостей Два Участника Из Армении Два Участника Из Казахстана И два Из Азербайджана Посмотрим Девочки Бросить вызов Своё дело Сделали Отпрыгали Сейчас Юноши Ну вот сейчас Похолодало И ветер Вот ветер Каким-то образом Влияет на результат Безусловно Безусловно Даже В одном прыжке В длину Или в тройном Ветер Обязательно Давайте вот еще Посмотрим Победный прыжок Светланы Макаровой Чемпионки Игор Дети Азии Какая гармония Какое стремление К победе Видите Это действительно Эстетически Очень здорово Воспринимается Да видно Что это Высочайшая техника И сама Довольно Выполненной работой Сама понимает Что у нее Получилось Молодец Просто молодец 23 метра 26 сантиметров Прыжок Чемпионки Очень достойный Результат Екатерина Веселкова 2205 И Смирникова С результатом 2190 Третье место Вот Тройка Призеров Они Уже сделали Заявку Для того Чтобы Победить В сумме Троеборья У нас же еще Сумма Троеборья По итогам Всех трех Прыжков Не только Кылы Еще и Станга И Кобах Ну и Станга Это Попеременные прыжки С ноги на ногу А прыжки Кобах Это уже Прыжки на двух ногах Прямой перевод Кобах Означает Заяц Заячьи прыжки Да Заячьи прыжки Ну вот В течение трех дней Будут разыгрываться Медали В Троеборья Завтра Завтра у нас И снега И заключительный день Соревнований Кобах Завтра у нас Зрители с большим Таким интересом Наблюдает за борьбой Я думаю Что среди зрителей Тоже Могут появиться Те Кто захочет Заниматься Этим прекрасным Видом спорта И вообще Я хотел бы Сказать Что те ребята Которые тренируются Якутскими Национальными Прыжками они достаточно универсальные спортсмены. Вот, например, у нас очень большой популярностью пользуются игры Дегена. Это якутское многоборье, которое включает в себя якутские прыжки, борьбу хапсагай, масс-рестлинг, перетягивание палки, поднятие камня и, так сказать, прохождение с этим большим камнем, тяжелым камнем определенной дистанции, стрельба из лука и бег на 400 метров. Очень напряженно в течение двух дней во время национального праздника СССР проходят эти соревнования, которые действительно собирают многотысячную аудиторию болельщиков. Это получается такое своеобразное десятиборье, да? Да, своеобразное такое многоборье. И на этих соревнованиях зарождаются, будем говорить, новые легенды, да? Ну, например, первые три соревнования, начиная с 95-го года, 96-97-й, был Иннокентий Макаров. Он мастер спорта по якутским прыжкам. Потом шесть раз победителем был Николай Дьяконов из Намского района. Потом семь раз был Иван Белолюбский, семь раз победителем Игоря Дегена. Но в этом году победил Егор Филиппов. Егор Филиппов тоже специалист, специализируется на якутских прыжках. Кстати, ему не хватает буквально там шести сантиметров для выполнения норматива мастера спорта России по тройному прыжку. 15-94. Представляете? То есть якутские прыжки – это база, подспорье для подготовки высококлассных тройников. Ну и наоборот, наверное, мастер тройного прыжка – это база для того, чтобы хорошо выступать в якутских прыжках, что мы с вами, в общем-то, сейчас наблюдали, поскольку очень гость, одна из гостей соревнований Зибирского федерального округа Екатерина Веселкова сумела заименоваться на равных с лидерами вашей республики и завоевала серебряную медаль. Ну, среди юношей, я думаю, будет еще более высококонкурентная борьба. Вот сейчас по стадиону объявляют порядок выступления уже соревнований юношей. Напоминаем, 13 участников выступят в этом финале в прыжках Кылы. И очень интересно будет наблюдать, как гости будут пытаться сражаться с опытнейшими хозяевами. Еще раз напомню, что среди гостей два спортсмена из Армении, два из Казахстана и два из Азербайджана. Ну, вот, как я уже говорил выше, в Азербайджане проводится международный турнир, большой мемориал, и легкоатлетический в рамках этого мемориала соревнований по якутским прыжкам, мемориал Антипина. Это очень... А вот скажите, мы с вами говорим о троеборье, ну, там, наверное, у каждого спортсмена есть какой-то свой любимый вид, да? Да, коронный. Коронный. Один из трех бывает, но мы за то, чтобы спортсмен был более универсален. Да, во всех трех видах, потому что если ты слаб в кубах, и ты не сможешь быть в троеборье сильнейшем, хотя у тебя могут быть хорошие результаты по кылы, по станга, но ты будешь лучшим только по двум видам. А нужно, чтобы и по кубах он не подвестись, и тогда в сумме троеборья будет достойный результат. Вот Николай Александрович Санников был таким универсальным. По всем трем видам прыжков у него были прекрасные результаты. Но все равно, наверное, у каждого спортсмена есть свой любимый какой-то вид, где он выступает, и ему даже больше нравится всего прыгать. Ну, видите, вот в свое время у нас, когда был застой рекорда, да, Николая Васильева, мы ввели такую номинацию Кемен, то есть как бы напор, натиск. Это была сумма только из двух прыжков в кылы и в станга. На меня даже те, кто кубахом занимается, обижались, почему так. А получилось так, что в течение двух лет мы проводили соревнования, вот, номинации Кемен, и за счет скоростных качеств потом увеличить результаты в кубахе. То есть это все взаимодополняемость. Потому что скорость именно оказалась не только какие-то другие качества, они сказались на результате в кубах. Хорошие скоростные качества. Итак, первый участник выполняет первую попытку. Видите, 11 прыжков. И между метками расстояние 3,5 метра. То есть мы предполагаем, что сейчас результат 39 метров примерно. Ну, это был Семен Наговицын из команды Саха-2. 39-33. 39 метров, 33 сантиметра. Сергей Собакин. Еще один участник команды Саха-2. Сергей Собакин. Норматив первого спортивного это 40 метров. 40 метров. Тренируется под руководством Ивана Черкоева. Собакин Сергей. 39-46. Он из тела Жулун-Чуропчинского луста. 39 метров 46. 39-46 у Сергея Собакина. Это на 13 сантиметров дальше, чем Семен Наговицын. Сагидиса Абдулаев. Наш гость. Гость из представляющей Сибирский федеральный округ. Ну-ка, давайте посмотрим. Очень хороший толчок у парня, но нет разбега. А без разбега на 11 прыжков действительно достаточно сложно. То есть должна быть на начальном, на первом прыжке более высокая скорость. Инерсия должна быть для того, чтобы продолжать прыжки. Ведь мы понимаем 11 прыжков. Можно совершить один или три прыжка хороших. Но на 11 нужен обязательно хороший разбег. 36. 36 метров 61 сантиметр. И Дмитрий Бочкарев. Еще один спортсмен, представляющий Сибирский федеральный округ. Хорошая динамика. Хорошая динамика. О, как здорово. Очень прыгучий парень. Очень прыгучий. Да, проскакал вот так, да? Да, вот очень динамично. Молодец. 2001 года рождения. 40-53. Аплодирует ему зрители, потому что пока это лучший результат. 40 метров 53 сантиметра. И вот подряд сейчас выступят два представителя Армении. Ну вот Арман Овсипян. Первая попытка у него неудачная. Ну, чувствуется, что, конечно, с техникой у него пока проблема серьезная. А вот его товарищ по сборной Армении, Арам Агаджанян, сейчас выполнит первую попытку. Будем за него болеть. Ребята стараются. Заступ, к сожалению, заступ. Разбег был не очень уверенный. Ведь те мастера, которые имеют высокий результат, у них все прочитано. Разбег, с какой дистанции, в каком темпе. Вот именно во время разбега набирается тот темп, который поможет в прыжках. Асатула и Бадулаев. С Казахстана тоже неудачно. Прыгает Николай Петров, Казахстан. Николай Петров, Казахстан. Приготовиться, Савислава Казахстану. Ой, неудачно. Все, вроде на планку наступил хорошо. Все, прыжок достаточно далекий был первый. Но, видите, вот не устоял. Тоже не умеет. Это был Святослав Каргополов из Дальневосточного федерального округа. А представители Азербайджана у нас пропустили? Да, получается, да, что они не вышли на старт. Хотя были заявлены. Аисхан Петров. Это команда Саха-1. Да. Петров Аисхан из села Тюнгюлю, Мегенокамбасского района. Очень хорошие прыжки. Видите, как динамично, напористо вперед. Да, и где-то в районе 40 метров. Но 39, по-моему, слишком. Хотя первые прыжки 38 даже. Даже вот не дошел на 1 метр. Продило до 39. Первые прыжки были очень хорошие. Потом что-то вот не совсем сложилось. Будем болеть за Дмитрия. Дмитрий Дмитриев из села Майя, Мегенкомбасского, ученик тренера Киселяхова. Владислав. Вот хороший прыжок. Возможно, даже самый дальний. У Петрова Аисхана прыжки были такие достаточно динамичные, да? А у Дмитриев более скромно, но видите, Талик. 39.65. 39.65. Это второй результат. Второе место он занимает. Лидирует Дмитрий Бочкарев после первой попытки. 40 метров 53 сантиметра. С хорошим результатом. Достаточно весомая заявка в первой попытке. тренируется под руководством Геннадия Жилкина из Екатеринбурга. Дмитрий Бочкарев. Семен Наговицын вторая попытка. Специфическая такая техника. Легко так прыгает, да? Казалось бы, нужны усилия, а у него легко все. При этом неплохой результат за 39. Ух ты! 2 сантиметра не хватило. Но это уступает его первой попытке. В первой у него было 39.33. Ему нужно прибавлять Сергей Собакин он пока на четвертом месте. Сергей Собакин из Черопчинского Луса тренируется у Ивана Ивановича Черкоева. Даже не на четвертом, на третьем он. Он был после первой попытки на третьем месте. Сейчас хуже, результат хуже. немножко просел во время исполнения прыжков. Ну, во-первых, погода не совсем благоволит. Будем говорить, при прохладной погоде очень тяжело спортсменам с точки зрения того, чтобы пойти в такую кондицию. застоп, но он продолжает. у него был застоп. Сейчас будет прыгать лидер. Да, должен быть Дмитрий Бочкарев сейчас вторая попытка. А спортсмен имеет право попытку пропускать? Имеет, безусловно. И некоторые статические соображения могут подождать, пока кто-нибудь так не подгонит по результатам. Ну, вот мы видим, что сейчас прыгает Святослав Горгополов. Дальневосточный федеральный округ. Первый прыжок у него был неудачный. Да, не получился. Короткий разбег. И вы смотрите, как тяжело ему, да? Но совершил 11 прыжков зачетные. будем гореть у него. Ну, вот это тот самый случай. Короткий разбег. И потом такие, получается, короткие и вот спортсмен провисает в воздухе. Он хочет вперед, но, видите, провисает, потому что нет хорошего разбега. 29-47. 29-47. 29-47. Аисхан может показать хороший результат. Ему нужно настроиться. Хороший разбег. 5-й позиции с амбитатом 38-99. Неплохо. В первой попытке у него было 38-99. Сейчас, похоже, он улучшил результат. 39-50. Отлично. Молодец. Есть потенциал у парня. Он выходит на третье место у нас сейчас. Да. Сейчас Дмитрий Дмитриев, который пока на второй позиции, сможет ли улучшить, тоже издалека оттолкнулся. У него самобытная техника. Вот в старину так прыгали. А сейчас прыгуны, у них техника именно с тройных прыжков вот мах руками совершенно другой. У него разный мах. Но тем не менее прыжок 39-66 на сантиметр прибавил. прибавил ровно сантиметр. Ну вот мы видим, что третья попытка начинается. Семен Наговицын прыгает. ему ему надо как-то прибавить для того, чтобы войти в когорту лучше. Есть потенциал, нужно настроиться. Лучший результат 39-33. Так что есть надежда. На данный момент он занимает пятое место. Семен Наговицын из Кобяйского луса тренер Дмитрия Федора Николаевич. Отличный результат будет. Отличный результат. Видите, он прибавлял. первый прыжок не очень. Дальше он все-таки его прыжки. Вот ребята с Кобяйского луса всегда отличались своим боевым характером. Борется до конца. Это очень хорошее качество для спорта. То есть он с каждым прыжком прибавляет. Это действительно очень сложно. Видите, уже на второе место с пятой позиции переместился. Молодец. Да, он обошел Дмитрия Дмитриева, который был вторым, на 10 сантиметров. Собакин Сергей Черопчинского луса, тоже родина прославленных прыгунов, начиная с Николая Адамова. Сергей, я думаю, тоже сможет прибавить при хорошем настрое, при хорошем разбеге. К сожалению, нет. Нет. Вот первая попытка у него 39-46. Да. А сейчас вот опять где-то на уровне 37. снимать. Ну, возраст, конечно, дает тоже 14-15 лет. Сагидис Абдулаев сибирского федерального округа. Улучшил результат у него был в первой попытке 36-61 сейчас получше. 37-57. 37-57. 37-57. 37-57. 37-57. 37-57. Ну, нужно войти во вкус. Николай Николай Сергеевич нашим гостям у парня такие физические возможности это неплохие. На самом деле нет навыков. Светослав Каргополов Ну, вот я смотрю, что Дмитрий Бочкарев снова пропускает. Такая тактика. Да. Пережел силы. Светослав Каргополов О, как ему тяжело приходится. 12 раз прыгнул, поэтому не буду зачитываться. Как мы сказали, вот когда девочки прыгали, что надо считать до 7, а здесь до 11. Это намного сложнее. Болельщики с интересом наблюдают. Очень красивый вид спорта, не правда ли? Да, смотрится очень эффектно, особенно когда технически безупречные прыжки. Хорошие, очень хорошее отталкивание с планки. Он как будто бы летит, да? Парит. Как полет такой. фаза полета. Очень красиво. Но у него 39.50 было. На сантиметрах хуже, хотя старался. Да, Семен Наговицын пока на второй позиции прочно. Вот только сейчас Дмитриев попробует потенциал со второго места подвинуть Иван. Из Мегина, Конгласского, Улуса тренируется под руководством Бориса Николаевича Ирина. Видимо, пропускает, да? Да, пропускает он, не вышел. Значит, он у нас сейчас на третьем месте. Итак, в финале развернется борьба. Начинаются финальные прыжки. По-прежнему лучший результат у Дмитрия Бочкарева. 40 метров 53 сантиметра. Второй у нас Семен Наговицын 39 метров 76 сантиметров. И Дмитрий Дмитриев 39 метров 66 сантиметров. Причем Бочкарев может припаять. Он же только первую попытку исполнил. И потом присматривался, будем так говорить. А если он пропустит все финальные попытки и его результат останется лучшим, он победил, да? Он победил, конечно. То есть, достаточно как в прыжках, как в тройном прыжке. Всем остальным дается шанс сделать лучше прыжки, сделать лучше. Но тренеры вот работают со своими подопечными. Настраивает их на финальные прыжки. Вообще вот национальные виды спорта в республике Саха-Якутия поддерживается главой республики Егором Анатевичем Борисовым, правительством Минспорта во главе с Михаилом Дмитриевичем Гуляевым. И у нас есть соответствующая программа развития национальных видов спорта. Мы единственный субъект Российской Федерации, где наличествует отдельный закон о национальных видах спорта. Представляете, вот это тоже очень важно. У нас единственный среди субъектов Российской Федерации Центр по развитию национальных вида спорта, что дает видите результаты. Но Карагополов улучшил свой результат 30 метров 30 сантиметров. Борьба с самим собой в свою его пользу это тоже дорогого стоит. Ну да, каждый решает свои конкретные задачи. Вот для него важно выступить и если он прибавляет так это уже прогресс у парня из Дальневосточного Федерального округа. Абдулаев 37 не смог к сожалению улучшить. У него 37 57 было уже. У нас есть патриарх это Валерий Пантелеймонович Кочнев. Ему исполнилось 85 лет и он до сих пор работает. Ведущий профессор северо-высочного федерального университета. Директор музея спорта. Прекрасный организатор. Это был Сергей Собакин у него лучший результат был в первой попытке 39 46 остальные попытки все пока хуже сейчас 36 74 выложился в первой попытке все силы будем так Аисхан Петров мы надеемся на него что сможет собраться хороший разбег хорошее отталкивание на пятом прыжке у него сбой произошел видите нужно все 11 прыжков динамично на какой-то вот пятый шестой если срыв происходит потом восстановиться сложнее скорость падает но он боролся до конца Петров Аисхан 38 64 Дмитрий Дмитриев будем надеяться хорошо очень хорошо собрался парень как он летел да первые у него отталкивание вот сантиметров 30 не доступил то есть еще фору такую да я думал что он а он до конца 40 метров 13 сантиметров да он перемещается на вторую позицию но Бочкареву Дмитрию он уступает до конца до конца и ответственность и ответственность защищает честь родной республики не каждому дано он 12 сделал один лишний его вот до планки тоже сантиметров 30 не доступил это очень важно правильно рассчитать отталкивание с самой планки при хорошем разбеге ну вот после такой затяжной паузы вышел лидер у него 40 Дмитрий Почкарев 40 метров 53 сантиметра ой заступ к сожалению заступ но настрой был очень боевой хотел улучшить результат потому что уже спину тышит Дмитрий Дмитриев слишком долго отдыхал он наверное кончилось это тем что сразу же прыжок не получается 37 сантиметров разделить на 11 то есть в каждом прыжке буквально по 3 сантиметра и можно нагнать Сагидиса Абдулаев пятая попытка началась сантиметра у него до этого был лучший результат 37 метров 57 сантиметров сейчас примерно на таком же уровне может быть чуть дальше сантиметра 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 висхан петров он у нас у него лучший результат 39 метров 50 сантиметров неплохо идет неплохо все-таки сбился где-то на шестом прыжке до шестого прыжка все было замечательно функционально очень сложно выполнить все 11 прыжков представляете здесь и дыхание должно быть соответствующие настрой боевой так дмитрий дмитриев он у нас на втором месте хороший хороший но сбился сбился опять я где-то на седьмом прыжке а так он от планки неплохо было отталкивание стартовая первые три прыжка были замечательные потом немножко потел сами понимаете столько прыгать конечно надо выкладываться 1 2 попытки пока есть силы но хорошие мастера я могут и на 5 6 попытки улучшить результаты ну что ж для наговицы на шанс пятая попытка он на третьем месте сейчас 39 76 пока только два человека сумели 40 очень далеко очень далеко почти полметра такой еще надо уже поразбежно устал работать по разбегу чтобы именно наступать четко на планку шестой попытки все завершает шестую попытку он начинал битрий бочкарев час завершает пятую попытку нет это тоже шестая попытка это 6 уже да да он же пропускал потом был неудачный заступ так что это решающая попытка для него неплохо идет неплохо здорово да очень неплохо достойный очень достойный прыжок серьезный соперник из сибирского федерального округа показал показал что первый результат был не случайным у него вот так вышел на бирже признак мастерства так бывает что один прыжок а потом он как бы говорит всем ну типа если можете догонять пропускал сколько он очень хороший толчок у барни ему бы еще хороший разбег практически вот разбег не очень но во время прыжков совершает что-то неимоверное за счет вот хорошего дара природного сагидиса абдулаев шестая заключительная попытка но у него был лучший результат 37 метров 61 сантиметр трудно сказать похоже он не смог прибавить и этот результат останется лучшим я имею ввиду 37 да не смог он завершает соревнование с результатом 37 метров 61 сантиметр ну будем говорить дебютное для него главное чтобы у него получился до зажглась искра желание заниматься есть у парня потенциал мы опять же говорим о необходимости навыков до определенной такой среды когда есть больше соревнований тогда и совершенствуется мастерство безусловно сергей собакин ну а сейчас представители республики саха якутия будут все-таки попытаться превзойти результат дмитрия бочкарева нет попытка неудачная а традициями в командном зачете сборная мига на конглас кулус как обычно бывает всегда на передовых позициях василий город будет представлять россию на олимпийских играх в рио-де-женер и по боксу сожалению не прибавил да у него был результат лучше 39 50 и он так и завершает с этим результатом но надежда на дмитриева дмитрий дмитриев да вот только он сантиметров отделяет от лидера сможет ли заключить попытки преодолеть этот рубеж хороший разбег отличные прыжки просто отлично держаться держаться но видите в самом конце да просто он и на планку хорошо шел хорошо увидите как усталость сказывается и ребята в том возрасте когда только вот приобретается опыт так спортивный участие тем более в международных стартах это непросто и психологически не просто но результат достойный серебряная медаль прыжках клы второе место вот последняя шестая попытка у него будет сейчас уже в ранге чемпиона я осуществляет засток но вот когда уже ты выиграл уже тяжело настроиться тем не менее с результатом 40 метров 53 сантиметра результат который он показал самые первые попытки он становится чемпионом прыжках клы ну и какая-то такая у него получается заявка и на дорогу выполнил норматив первого спортивного разряда кандидат мастера это 42 метра но поздравим нашего гостя это достойно уважение вот до екатеринбург чемпион и сибирского федерального округа видите какой у него толчок очень сильный динамично да вот он сохраняет силу прыжков в течение всех 11 прыжков это вот очень важное ценное качество вот мы увидели его золотую попытку 40 метров 53 сантиметра серебряная медали у дмитрия дмитриева из команды саха 1 40 метров 13 сантиметров и бронзу завоевал семён неговицын из команды саха 2 39 метров 76 сантиметров вот так выглядит итоговая турнирная таблица в финале прыжков клы но это только начало впереди еще два дня соревнований за пойдет борьба в частности и в троеборье да пожелаем нашим юным спортсменам сегодня хорошо выспаться завтра не показать достойно результата достойные результаты я думаю что при поддержке болельщиков это возможно ну а мы на этом завершаем нашу первую трансляцию соревнований по и кузским прыжкам с вами были александр николаевич ким кимен президент ассоциации национальных видов спорта и игр народов якутии председатель конституционного суда республики саха мастер спорта российской федерации и вместе с ним работал комментатор николай попов так что мы прощаемся до завтра до свидания